Первым ребенком, рожденным в Ненецком округе в 2020 году, стала девочка. Она появилась на свет 1 января в 20.40 в родильном отделении Ненецкой окружной больницы в Наринмаре. Кстати, по статистике, в прошлом году лидирующие позиции занимали мальчики. Их с 2018 года родилось чуть больше, чем девочек. Чаще всего новорожденные становятся первенцами или вторыми ребенками в семье. В Ненецком округе в 2019 году родился 551 ребенок. Сегодня девочка, первый малыш Нового года в Ненецком округе, вышла вместе со своими родителями Еленой и Михаилом на первую в своей жизни прогулку. Она стала вторым ребенком в семье. Девочку назвали Полиной. Кстати, имя ей придумала старшая сестра. Мы долго спорили, какое имя выбирать, но в итоге дочка решила, что назовем Полиной. Мама девочки Елена ожидала пополнения в начале года и очень надеялась, что малышка даст встретить праздник дома. Я всю беременность боялась, конечно, родить первого числа. Почему? Не знаю. Хотелось отпраздновать Новый год. Ну, мы успели отпраздновать. Да, мы успели, но вот в 9 утра мы поехали в больницу. Полина появилась на свет 1 января в 20 часов 40 минут в родильном отделении Ненецкой окружной больницы в Наринмаре. Ну, она, во-первых, спокойная. Вот первый раз сегодня вышли гулять. А так все хорошо у нее. Я думаю, надеюсь, не будет болеть. В 2019 году в регионе оформлены свидетельства о рождении 551 ребенка. В их числе 517 детей, которые появились на свет в родильном отделении Ненецкой окружной больницы и двое в сельских населенных пунктах. Самыми популярными именами для новорожденных в 2019 году в России стали Артем и София. Это следует из данных Единого реестра записи актов гражданского состояния, которые представила Федеральная налоговая служба. Популярными именами для мальчиков также стали Александр, Иван и Михаил. Девочек чаще всего называли Викториями, Аннами, Алисами и Мариями. Самые редкие имена для детей в 2019 году среди мужских имен Порфирий, Властислав и Посейдон среди женских Милорадо, Феоклиста, Матрена и Дива. Что же касается статистики, в 2019 году в регионе снизилась смертность, но вместе с тем уменьшилось количество рождений. Еще с 2019 года наметилась положительная тенденция. Количество браков превышает количество разводов. Одного 2020 года ждать высоких показателей тоже не стоит. В народе он считается високосным. На самом деле по статистике органа ЗАГС это очень даже заметно. То есть количество браков в високосном году снижается. Так же, как и снижается количество браков, например, в мае месяце. Ну и, например, в октябре у нас возрастает количество рождений. То есть последствия нашей полярной ночи и рождественских каникул сказываются на рождаемости. Вопреки суевериям, високосный год – это год, в котором вместо 365 – 366 дней. Это исключительно человеческое изобретение было призвано обеспечить более точное исчисление астрономических дат. Мистики в данном явлении никакой. Скорее математика. Поэтому любите, женитесь, рожайте детей. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.